добрый день друзья мне сегодня хотелось делаю такой эфир спонтанный у нас произошла знаете трагедия на шахте листвянка до погибло 52 человека и большое горе конечно люди погибли на всем сожаление сочувствие вот и конечно знаю меня просто задали вопрос пастор дает свой духовный взгляд на эту жизненную ситуацию вот то что трагедия в листвянке прошла как ты на это думаешь конечно я здесь вопрос не не специалист знать причина аварии еще что-то но свое мнение по этому поводу имею до написание сказано духовное судит обо всем о нем судить никто не может до духовный взгляд она всегда же так уже в библии давно уже все сказано что люди живут бытие 3 6 11 глава но тут допустим не знает бытие 3 глава большинство людей как хотят жить хотят жить просто посмотри на плод приятен вожделен дает знание делать я подобно богу поэтому большинство людей хотят жить просто как им нравится хотят жить достигать вожделенных целей вот чтобы у них нажили были бы их и схватает смотреть те сериалы ли там развиваться как-то и ни от кого не зависит то есть независимо от бога до бытие 6 глава говорится о чем что люди живут ради материального и серебролюбе корень всех зол поэтому исполины вот эти все зло приходит от серебролюбе да ну и бытие 11 глава это вавилонская башня и что его спросите а как вот ну вообще это касается вообще серии трагедии вообще она не бывает одно вот если вы посмотрите фильмы почему падают самолета то есть самолет не падает из-за ни одной неполадки вообще салют не может упасть из-за одной неполадки если самолет падает то там серия разных неполадок которые привели в итоге крушению сколько я смотрел фильмы по авиакатастрофам то я вижу что никогда не падает самолет просто вот наш 1 1 неполадки есть несколько сразу в цепочке трагедии что касается шахты лесенка но я смотрю вот платформу караулова такого журналиста смотрю разных блогеров которые делают свои независимые расследования и надо ну прекрасно понимать следующий момент что ну вот у нас буквально недавно было то что память несколько лет назад сгорела зимняя вишня ведь там тоже что много же детей погибло да и и также роспотребнадзоры поджарю пожарники и люди которые отвечали за эксплуатацию за пожарную безопасность ну как бы они что же там были документы были подписаны да но в итоге серия трагических кто-то отключил пожарную кто-то не принял во внимание многие аспекты и в итоге что пожар то есть там тоже была серия трагических моментов сопоставления здание неправильно было построено отзор был неправильно потом пожарную отключили и в итоге то вну дети погибли дети люди погибли сгорели да но на кто сел мы сел стрелочники те кто реально деньги зарабатывал на этом я считаю мимо них прошло все по моему опять же мнению вот ну народ повышал по поплакал папа злился побунтовал и успокоился и с листвянкой то же самое будет у нас же как вообще в кузбассе вы выстроена все же все все эти шахты в основном в одном холдинге вот пожарные говорят что шахтеры я видел роли говорят включили спасателя спасатели через один раз работают и пожарные тоже при приезжали когда на зимнюю вишню тоже говорили что не до комплектации некоторых для пожарных вещей оборудование некоторого нету просто нету некоторые пожарные для себя своими сами покупают да ну и и там тоже вот я слышал что этот спасатели даже мужики их сами хотели спасать включали противоговорите как вы спасатели которые кислород дают чтобы идти а он через раз работает но это же опять же говорится о чем что это же не просто там только это ну так вот уделяет деньги так вот уделяют вопросах безопасности просто вот на авось на русская и на я вот послушал караулова и роспотребнадзор уже давно до этого провел проверку у нас как и суды также хорошо работают да то есть у нас понимаете все вопрос систему конечно я думаю ну-ка это коль столько погибших кто-то сядет наверно там начальник шахты или директор шахты или кто-то и кто-то конечно сядет в вину и всю на себя но система то не поменяется ребят систему как она была так она будет система она не поменяется потому что она людям нужно как бы сказать козел отпущение как вот библия написано вот надо дать козла отпущение жертву закона за грехи принести вот как христос во всем виноват да он принес жертву за грех так и здесь но надо будет козел отпущение жертву за грех а система также будет стоять также будет закручивать гайки также будет мочить сколько у нас вот этих блогеров да сейчас сидят под домашним арестом до 1 самое расследование произвел что завод асфальтным поставили в экологической как говорится зоне до нарушая все а как нарушает там и природа охраны все и были это просто если человек замгубернатора начнем и все можно у нас ну смотрите ребят везде в пузбассе каковид qr-коды а где ковида нет и qr-кода в шерегеше а что мы видим расследование там допустим чернова да а в шерегеше вложился опять один из крупных дать бывших или не бывших чиновников да ему как он я бабки на вложил мне надо отбиваться и там нету ребят также это и шахте и так далее так далее так далее то есть эти люди они просто смотрят ну как бы это люди вот ну я хотел сделать видео что мышление людей до чиновников вот я когда учился на чиновника в российской академии госслужбы и там часто к почти каждую сессию мы несколько игр играли на на такие игры которые говорят о том что ты допустим мэр города или там ты капитан корабля у тебя тонет корабль у тебя там одна шлюпка у тебя 100 человек в шлюпку лезут 20 тебе надо принять решение каких людей за туда детей женщин и ты однозначно тебе придется 80 просто навсего ну-ка что они утонут тебе нужно принимать или там атомная война тебя в бомбоубежище маленькое количество людей может вместить бомбу бежище ты должен принять решение и вот таких игр постоянно учат как выбирать чтобы чтобы ты мог выработать цинической цельцы быть циником выработать такое мышление при котором ты можешь и легко допустим как бы перечеркнуть жизни многих людей и когда ты такие игры ну с одной стороны конечно эти игры нужны делать потому что бывают сложные но решение ну когда у тебя приходит абсолютная власть тогда ты начинаешь видеть что людям что нужно 50 тысяч дай они шахту полезу да вот сколько стоит жизнь шахтер 50 тысяч 50 тысяч дай они в шахту полезут раньше было если шахта работает при шахте и садики и детские лагеря и профилактория санаторий сегодня где это все союзы и так далее нет просто вот ну уже у власти пришли такие люди циники и такие люди как вот управляет сегодня роспотребнодзору или холдингом сдс они их это дело ребят не коснется вот на эти стрелочники сядут и это это беда даже не кузбасс это беда и даже не россия это вообще беда вообще во всем мире да их отец дьявол и они хотят исполнить похоти отца своего они хотят эту вавилонскую башню и у них вот это мышление циническое что все быдло что вам нужно большинство людям покушать вот не вот на покушать и живите да только желательно чтобы вы после пенсии это самое не требовали нас покушать вот такое мышление и если единственное как это мышление можно только разрушить это ну как doute а что делать да вот меня спрашивали а что делать что по азиатской болезни а что делать и вот этими прививками не прививками Что делать? Я говорю, ну что делать? Два варианта всегда делать Два варианта всегда делать Либо приготовиться к вечной жизни Либо отставить свою точку зрения Как это делал Даниил, Сидрахми, Сахов, Динага Как это, понимаете, люди веры делали Они не позволяли себя загонять в стойло, в быдло И то, что такие трагедии происходят Просто народ сам этого хочет Если бы народ не хотел, никто бы его стоил и не загнал И таких бы трагедий даже после Зимней Вишни Можно было бы научиться Но народ сам этого хочет Поэтому здесь вот мой взгляд Поэтому, естественно, дьявол убил этих людей Убил за счет талчности Потому что на всем надо экономить Надо управлять Сяду там Ничего, мне кажется, не изменится Сядут стрелочники опять Ну и потом мы опять по ухам, поахаем Эмоциональная часть уйдет И опять Будем жить по-прежнему Благословения вам, друзья Пишите ваши комментарии Всего вам доброго